Пажаро-небеспечный сезон. У Витебской области селета почался, как не коли рано. На узмоцненный режим работы перешла лесная хова, что день ротовники выезжают на десятки у сгорания у экосистемах. Люди наводят парадок и палят сметцем, подпаливают сухую траву. При этом не выполняют элементарные меры безопасности, и огонь перекидывается на будинки. А в Бешанковицком районе у вынеку выпаливания рослинности загинул 90-годовый мужчина. Супрацовники МНС что день отправляются у профилактичные рейды, подрабясь нею наступным материале. Вялизные черные плямы уздовж дорог, пошкодженные домы и господарчая побудовы. Такие нерадостные весновые пейзажи справа рук человека. Сметьте палец неподалек от будинка, выпаливают сухую траву. Быцем бы гэта допоможа хучей вырасти свежей. Гэта виды из Докшицка района. Гасподар расклав вогнища каля дома. А гэта Полоцки. Тут так само огонь перекинулся на побудовы. С подшатку сезона у Витебской области ратауники ликвидовали уже каля сотни таких узгораньев. Пошкодженные площади сотня гектаров. Особливо небеспечно спаливать сметьте и сухую траву, уветранная на дворье. Огонь распаусюдживается худко, охопливая великие территории, перокидывается на домы. Можа загубить людей. Свежий пример того, как выжигание сухой растительности еле не стоило одного строения, которое спасли, потушив вот это вот возгорание. Из года в год спасатели выезжают на выжигание сухой растительности. К сожалению, не обошлось и без гибели. В Бешенковическом районе на пожаре сухой травы сгорел человек, мужчина 90 лет. Нельзя не отметить то, что люди зачастую пренебрегают правилами безопасности, сжигая мусор, не учитывают такие обстоятельства, как сильный ветер, либо размещают кострище в непоследственной близости от своих зданий и сооружений на территории приусадебных участков. Вез как у Ковячина Витебского района за минулый тыдень тут одразу некольки выпадков выпаливания сухой травы. Огонь пошкодил больше за 300 квадратов и судом обминул будинки. Каб продухилить такие пожары, супрацовники МНС что день проводят профилактичные рейды. До их долучаются мясцовые улады. Ездят по вёсках, попередживают людей. Утым лику и проотказность. Загуль не загнём. Самая эффективная работа – это предупреждать граждан. Предупреждать о том, насколько это опасно. Насколько сейчас ветреная погода. И как может быть бесконтрольно распространяться огонь. В связи с этим объезжаем деревни. Вчера тоже порядка семи деревень объехали вместе с участковым. С початку пожара небеспечного сезона в області отбыліся шесть лесных пожаров. На узмоцненный режим работы перейшла лесная ахова, штодённые дяжурствы, патрулявання угодзев и сучасные системы дистанційного вида назерання. Картинка у режиме реального часу поступая на компьютеры специалистов. Позволяет сориентироваться по стене леса, обнаружить очах и оперативно выехать в лесной охране. Проводим мероприятия по опашке лесных культур и хвойных молодняков первого-второго класса возраста в местах наиболее вероятных, где может возникнуть лесной пожар. Это опушки леса, это какие-то поля сельхозпредприятий, там, где мы смотрим. Ну и по лесным массивам тоже для того, чтобы предупредить быстрое распространение лесного пожара. Всё лето планують усталявать ясче 11 дистанційных систем вида назерання. И тады под наглядом будзе увесь лесный фонд в області. Вольха Шмархун, Михаил Христофоров, Новини, Витебский район.